Здравствуйте, дорогая публика! Мы с Шуней беседуем с Русланом Олеговичем Васиным. Он нейрохирург. Сегодня будет говорить про краниопластику. Кранио – это значит с черепом связано, изменение формы черепа. Вот мы недавно с Шуней нашли череп крысы. Тут у нас крысы дохнут, мрут, как мухи. И вот с Шунькой мы нашли череп крысы. Вот. Шунь – это котенок рыженький. Вот. Слушаем вас, Руслан Олегович. Здравствуйте, дорогие друзья. Доброго времени года всем. Прежде всего, как всегда, призываю поддерживать канал Бориса Сергеевича. Вот его котов. Борис Сергеевич – покровитель сельских наук. Безусловно. Усатых-полосатых. Да. Время у нас. Да, поговорим. Почему про краниопластику? Мы уже не раз, наверное, про это дело говорили, но тут время такое. Вот на недавнем разговоре мы говорили о невероятном количестве пациентов, которые у нас были с тяжелой травмой черепно-мозговой. Так вот. Никогда такого не было. И вот опять случилось. Много было. Больших тяжелых операций. Соответственно, все это потом требует этой конструкции и приведения всего этого более-менее в порядок. Вот если мы-то помните, говорили, что у нас одномоментно находилось четыре пациента в вегетативном состоянии, и, слава богу, потихонечку все приходят в себя. О, еще база. Да, да. В общем, все потихонечку приходят в себя. Уже нескольких выписали. Вот. Последний, который достаточно долго был в коматозном состоянии, но вот потихонечку выходит. Как всегда, это бывает непросто. Это с афазией, но и с грядущим неврологическим дефицитом, но, тем не менее, уже стал драться со своей... А афазия-то что значит? Ну, в основном речь о нарушении. А с кем стал драться-то уже? Мама за ним ухаживает, лежит. Ну, она его... Шамулет-то. Сколько шамулет-то? Подросток. Кто с мамой дерется? Подросток. Ну, она его ворочит постоянно. Ну, поправился, значит. Да, чтобы он там не залеживался. Он возражает, его дерется. Ну, даже это хорошо уже. Ну, уж лучше, чем совсем никак. Да, да. Лучше такое, чем мертвый. Да, я думаю, что скоро заговорит. Уже ждем-ждем, не дождемся. Начинает кушать самостоятельно. Ну, так самостоятельно. По крайней мере, глотать сложишь. Надеемся, что скоро избавимся мы от трахеостомы и прочих дел сопутствующих. Все это надо возвращать на место, реконструировать. Напилили много. Дайте мне права, да? У меня есть права. Права вам предоставлены, все права. Как Горький говорил. Кроме одного. Писать плохо. Так. Что-то есть? Ну, пока есть. Ваша папочка. Вот, посмотрите на это. Дяденька. Да. Нет, тот самый великий фаллопиус. Средневековый врач. Хотел посмеяться. Изобретатель фаллопиевых труб. Да. Ну, по крайней мере, открыватель их. Так вот, считается, что вот он один из первых указал, ну, по крайней мере, описал крайнюю пластику. Как поступать с поврежденным черепом, вот там, чтобы удалить отломки. А если повреждена твердая мозговая оболочка, говорил фаллопи, то нужно закрывать все это дело золотой пластиной. Вроде как есть упоминания, и задолго до нашей эры, какие-то цифры невероятные, там, и 7 тысяч лет до нашей эры какие-то операции вроде бы проводились, и 3 тысячи лет, там, по разным сведениям. Но все-таки большинство сходится во мнении, что это такие ритуальные трибанации были. Вот. И судить достоверно о том, что там специально как-то закрывали костный дефект черепа после его повреждения, ну, в общем, как-то слабо в это верится. Но вот, тем не менее, вот, Олопиус Первый писал подобное дело. Вот. Ну, я так понимаю, что золотыми пластинами всегда было непросто. Вот. Поэтому в широкую практику подобный процесс не пошел, потому что всерьез подозревали врачей, что будут воровать золото. Ну, вот, в фильме таком историческом костюмном, как он Властелин морей называл, с Расселом Кроу, там, значит, врач делает одному из моряков операцию на черепе и вставляет туда серебряную монету. Ну, почему бы и нет. Так что, видимо, серебро тоже годится наравне с золотом. Золото – это все-таки, так сказать, экстрим. Да, не берусь судить. Серебро, ну, почти. Да, ну, все-таки, ну, золото лучше, согласитесь. Ну, золото лучше, но в нем есть примеси. Кстати, в старое время типичной примесью золота был мышьяк. Сейчас от мышьяка научились чистить. Даже цвет золота изменился. Угу. За это. Хорошо. Да, так вот. А вот одно из самых такой, из достоверных первых операций – это была операция, выполненная в Москве еще в петровские времена, голландский хирург Джоб Янсен ван Миккерен выполнил. И там это была ксено-трансплантация первая достоверная. То есть, он использовал, оперировал он какого-то вельможу русского, закрывал костный дефект черепа ему фрагментом собачьего черепа. Да, и, собственно говоря, по крайней мере, описывает, что это все было успешно. Единственное, что говорят, что церковь была против, и вот дворянину пришлось уехать за Россию в Европу. Собачьей костью в голове. Да, да, да. Ну, кстати… Напасно они так наехали. Мы же ходим вполне, так сказать, в собачьих воротниках, а что не ходить с собачьим протезом? Да, я думаю, что… Но, кстати, сама идея, слушайте, на самом деле гениальная. По большому счету, по большому счету, ведь там для… Это не та история, когда мы же все наслышанно, а вот пересадили там почку, а там конфликт… Ну, да. Хозяин там… Нет, здесь совсем другая история. Тут мертвые кости пересаживаются. Совершенно верно. Даже если там АУ такой свою кость пересаживает, что было, кстати, по-моему, в 821 году. А кто сделал, сейчас не припомню. Ну, своя-то, может быть, и живой костью. Так нет. Ну, представляете, когда вы кость выделяете, отделяете ее, она лишается кровоснабжения. То есть она фактически превращается тоже в материал совершенно инертный. Но со временем проходит время, там вот этот трансплантат, он болеет, там из него выходят минералы, а потом постепенно замещается, прорастает своими тканями и становится уже своим окончательно. Занимает, в зависимости от разных, там, от объема кости, там, может несколько лет занимать этот процесс. Вот. В момент этого процесса может все получиться удачно. То есть он может прижиться, а может и потихонечку растаять, как сахар. Такие вещи бывают. Да. Но мы ведь... Кстати, еще достаточно таким значимым этапом, вот вообще в крайней пластике, был 50-е годы, 54-й год, когда стали активны. Хотя говорят, что еще во время Второй мировой войны уже использовали полиметилметокрилат. Это по-нашему органическое стекло, по-простецки. Да, или вот его... Его очень часто и до сих пор используют стоматологи. Точнее, стоматологи, протезисты. А что они из него делают? Протокрил. Ну, вот искусственный челюст. Пластмассовый, который... Это быстро твердеющая пластмасса, очень прочная. Мы тоже в свое время достаточно активно использовали. Протокрил самотвердеющий, двухкомпонентный такой. Материал, порошок, типа растворитель. Все это смешивается. Происходит такая экзотермическая реакция. Он нагревается. Ну, достаточно такой... Несколько минут он имеет... У меня такое ощущение, что вы неправильное название ввели. Но хотя ощущение я могу оставить при себе. Ну, протокрил 100% это он. И в свое время мы много с ними работали. Весьма приятная операция. То есть, выделяется этот костный дефект. Потом достается пакетик этого протокрила. Смешивается с растворителем. Все это замешивается в такой чашечке. И перчатки смачиваются водой. И он лепится. Такой блинчик вылепляется аккуратно. Кладется прямо, пока он еще мягкий, на этот дефект как раз. Он очень четко его выполняет форму этого дефекта. В тот момент, когда он начинает тихонечко застывать уже, его можно достать, извлечь. Обрезать края ровненько. Простыми ножницами. А потом он становится твердым. Его там делаются несколько отверстий. Перфорируется для дренирующей функции. Отверстия сверлиться под крепление, под проведение ниточек, леготур. Все это ставится на место, фиксируется. Достаточно такая. Вот то, что вы рассказали, мне очень напомнило в нашей инженерской практике работу с циокриновым клеем. Может, мы просто неправильно называли его? Ну, слушайте, да. Все вот эти акриловые, да, сведенеческие. Он циокрин назывался. Там даже кожа склеивалась, если зазеваешься. Приходилось бритвочкой разделять пальцы. Поэтому, да, надо с перчатки делать. Да. Так вот, вполне себе. То есть, это был очень такой этап. И он до сих пор очень активно используется. В своей бытности мы пользуемся очень много. Вот этот самый протокрил. Но он уже с добавлением антибиотиков. Потому что одна из таких проблем с использованием вот этого материала, это то, что в момент, когда ты с ним занимаешься, несмотря на то, что там вроде бы как и стерильный, вроде бы некоторые баттерии попадают там на поверхность. И, в общем, процент воспалений был, ну, не сказать, чтобы очень высокий, но все-таки существовал. Ну, а вообще это касается всех имплантов. Там в самом лучшем случае, там, ну, все равно там 2-3 процента осложнений гнойных бывают. С любыми имплантами исключение, приятное из этого все составляет титан. Титан обнаивается крайне редко. Собственно говоря, с кем бы я ни общался по поводу там титановых имплантов, в общем, никто ни разу не встречал, чтобы он нагнорился. Соответственно, и его даже использовать в таких для пластики, в местах риска, скажем, области, там, пазух, этих самых околоносовых, там, там, всегда риски инфекции высокие, да, он там может ставить титановый имплант, как правило, проблем с этим не бывает. Так вот, ну, вот вспомнили мы такого замечательного полопиуса. Вот, теперь покажу, как это все практически у нас выглядит, да, вот, рабочий стол, история болезни, и вот смотрите, чем мы сейчас активно пользуемся, это модели, напечатанные на 3D принтере, ну, модель черепа, да, вот прекрасно видно, что это из себя представляет. Зачем это делать так? Это немножко другое. Да, зачем это делается? Всегда хорошо иметь подробную модель, чтобы, чтобы себе сократить время операции. Так, вот, скажем, череп с дефектом, натуральную величину. Что мы можем сделать? А мы можем сделать, подготовить имплант заранее. То есть, вот такая сеточка титановая. Видите, сейчас я покажу. Да, вот, вот сам, допустим, вот, череп с дефектом. Мы берем сетку, она плоская, сеточка. Потом берем вот такой инструмент, такие щипцы. Если вы на это вниз посмотрите, то увидите, вот эта рабочая поверхность, одна чашка, с одной стороны, типа, вогнутая чаша, с другой стороны, вот такой. Выпух. Да, выпух, да. Как это, планшон и матрица, как это у нас называется. Ну, да, 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 совершенно верно. Соответственно, когда вот на пластину нажимаете, он выдавливает в ней углубление. И вот при помощи вот этого инструмента потихонечку вы формируете вот такой имплант. Потом по краю обрезаете, смотрите, где его там оптимально крепить. Так вы сначала сказали вроде бы про, так сказать, 3D-печать. Да, а вот зачем 3D-печать? То есть, чтобы, смотрите, вы работаете с черепом до операции еще. Вот у вас, то есть, вы то же самое увидите на операции. Но вот сам имплант можно сделать заранее. В свое время мы делали все это в операционную. То есть, вот долго-долго нудно выделяется, там, вот этот космический дефект. Потом мы доставим эту пластину, начинаем ее там выгибать и, собственно говоря, подгонять ее. Значит, потом крепим. И сам вот этот этап изготовления вот этого импланта, он занимает, ну, порядка, там, минут 30. Вот. Но это можно сделать заранее, чтобы не, ну, короче, сократить операцию где-то на 30, на 40. И, кстати, побольше при сложных дефектах иногда там его изготовить занимает время. И, собственно говоря, сокращает время операции. То есть, вот вы делаете имплант, потом его стерилизуете. И в операционную вам уже, когда вы выделите сам дефект, говорите, заставайте-ка наше изделие. На это ставите стерильный из пакета. И вы ее прямо укладываете, он подходит великолепно, как правило. То есть, там, закрепили его микровинтами, все, и операцию, закрываете кожный лоскут, и, собственно, операция закончена. А вот мне хотелось с вами еще посоветовать, не то, что посоветовать, чтобы от вас услышать комментарии. Сейчас я вот поближе, где-то у меня есть сама сетка. Вот посмотрите ее структуру. Это титановая сетка. Вот такая форма, она неспроста, они бывают разные. Вот такая сетка. То есть, это, в общем-то, вроде как с виду и не сетка, а некая рифленая поверхность. Да. Вот смотрите, сама вот такая структура ее. А можно спросить, а, так сказать, высота вот этих выступов какая? Так, так, так. Нет, вы не поняли, это уже сферическая, да, конструкция. А так... Нет, вы не поняли мой вопрос. Это поверхность, правильно? Да. Поверхность. Она сферическая. На ней... Мы ее сделали сферической. Имеют место быть впадины и выпуклости. Но это же впадины и выпуклости. Нет, нет, нет. Тогда не знаю. Это... Пластина эта изначально, она плоская. Вот при помощи того самого инструмента мы ее выгибаем. Придаем ей сферичность. Где-то сферичность, а где-то в местах, там, скажем, височная ямка, там, наоборот, обратная. Смысл такой, что вот эта пластина, вот эта, ну, грубо говоря, эта сетка, она изначально из пакетика ее достаешь, она плоская абсолютно. Но вот такой рисунок этой сетки позволяет легко ее деформировать. Значит, не только даже... Вот фраза, рисунок сетки, что это означает? Ну, вот смотрите. Ну, посмотрите, она же необычная, скажем. Ну, она не ровная, значит, по виду-то. Нет, почему? Она совершенно ровная, гладкая. Тогда почему на ней рельеф какой-то виден? Почему этот рельеф отбрасывает тень, например? Ну, вот тут, наверное, лучше видно. Это может быть связано... Это сетка, значит, она дырявая, да? Да, совершенно верно. Толщина какая? Толщина ее буквально 0,5... 0,5-0,7 миллиметра, да. Большая. Миллиметра. Вот такая сетка, она называется 3D-сетка. Понятно, 3D-сетка. 3D-сетка неспроста именно то, что ей можно из нее формировать некий объем. То есть, ну, вот в данном случае ей придали сферичность. И это делается достаточно легко. Есть другие сетки, которые просто представляют из собой перфорации. И вот с ней ее изгибать значительно сложнее. А вот такой рисунок сетки, вот этой, он дает возможность... Видимо, здесь есть какая-то геометрическая... Ну, видимо, тут дело в том, что тут много степеней свободы получается. Во-во-во-во! Вот про это я и хотел... Вот тут каждый кружочек, сам-то кружочек вы его фикс-деформируете. Совершенно верно. Кружочка выходит так как вот... Ну, как солярный символ такой, простите, чтобы не сковориться с словом свастика, да? Вот такие вот выходящие... И вот он-то гнется как раз хорошо в разных направлениях. Вот. Вот это я хотел от вас услышать. Да. Здесь действительно... Я просто для себя пытался объяснить, чем она... Да, именно, наверное, степень свобода каждого из этих сегментов, да? Да. Да. Вот это... Согнуться любая из четырех, причем может согнуться в любом месте, наверное, да? Да. Потому что она... И причем достаточно... То есть вот... На одна десятая миллиметра. Это титан, да? Да, это титан. Ну, какой-то сплав. Он достаточно мягкий, режется, ну, обычными такими большими ножницами, можно спокойно его резать. Ну, это любая фольга режется ножницами. Это толстая фольга. Да. А вот здесь, в данном случае, ну, титаны сплавы разные бывают, да? Вот этот легко деформировано. Но когда это вживляется, она что, прорастает чем? Какими тканями? Соединительной тканью покрывает? Да, да, она покрывает соединительной тканью. А костной тканью она не прорастает? И костной тканью. По краям, наверное, да? Да, по краям прорастает иногда и прорастает дальше. То есть все зависимости. Ну, организм он всегда пытается... А сколько сильно она? Вот тут она у вас целый череп закрывает так по виду-то. Ну, в данном случае, да. Это не весь череп, а половину. Половину. Ну, вот от края, насколько уйдет, покроется она костной тканью молодой? Все зависит от времени. Я думаю, есть вероятность того, что со временем она вообще прорастет. По крайней мере. А какой темп роста тогда? Вот тут вам не скажу. Правильно. Не знаю. Вот, скажем, когда мы говорим... Есть известные, допустим, какие-то вещи, типа вот, если у вас кожа покрыта... Ну, в смысле, вот какой-нибудь ожог кожи, скажем, вот у вас появились грануляции, то есть когда все слои повреждены, да. Вот с края начинает потихонечку кожа прорастать. Обычно там миллиметр где-то в сутки продвигается. Вот так, быстро. При благоприятных условиях, да. Вот здесь сказать сложно. Здесь сказать сложно. Во-первых, много факторов. И возраст, наличие там, сохранность там на костнице и прочее, прочее. Это не знаю, не знаю. Да, ну вот такая технология прям... Есть некоторые ограничения для этой технологии. Скажем, ну, считается, что растущий череп, там, ну, скажем, детей по крайней мере до пяти лет. Хотя все больше и больше, все больше и больше таких сведений, что ничего и маленьким детям можно ставить, в общем, особенно влияние на рост черепа не оказывает. Ну, тут там тоже все непросто с этим делом. Ну, по крайней мере, у детей, маленьких там, стараемся, титан не ставится. Там ставим. А, ну, потому что тогда придется менять его. На практике нет, потому что были несколько вот случаев там, так было. У маленького ребенка череп увеличится, в конце концов. Да, а он себя ведет, знаете как, он не то, что он стянул и вот не пускает расти дальше. Он потихонечку, как ведет себя, знаете, не сам титан или там, а ткань костная, ведет себя как некая пластичность у нее есть. То есть он вот эти все эти винты, он обтекает их и продолжает свой рост. Единственное, что там проблемы, допустим, если швы перекрываются, вот там, да, там будет нарушение роста. Именно, именно вот, потому что швы черепа, они же как зона роста фактически, и там, да, там могут возникать проблемы. Может быть, может развиваться деформация. Если же на шов не заходит, то вполне вероятно, что и деформация не разовьется. Вот, так, что у нас еще есть из картинок? Ну вот, кстати, 3D-печатью мы пользуемся достаточно давно. Вот видите, здесь у меня такая свалка. Это все шлемы или это краниальная ортеза, так называемая. Внизу там старинные еще, наверное, больше 10 лет давности. То есть это мы оперировали в свое время различные краниосиностозы. Ну, это врожденная деформация черепа. Вот, и в некоторых случаях требуется после операции ношение некого шлема. Ну, такой краниальный называется ортез. Вот мы их одно время сами изготовляли. Вот, а теперь мы их отдаем. Там есть у нас такая контора, которая занимается 3D-печатью. Они печатают нам шлемы. Вот мы их одеваем малышам. Это позволяет исправлять дефекты черепа. То есть вот 3D-печать цветет бойным цветом. Да, ну, собственно говоря, из тех пациентов, которые у нас там остались, наверное, еще троим предстоят операции краниопластики, причем совершенно разными имплантами. Активно, кроме этого, мы используем сейчас РИКОСТ, это готовый имплант. Тут точно так же отправляем результат томографии. Фирма изготовляет готовые импланты. Но материал другой, материал такой вспененный полиуретан. РИКОСТ. Это в качестве модели вы используете, да? Нет, это уже вот РИКОСТ, это уже готовый имплант присылает. А что за фирма наша, отечественная? Да, отечественная. А материал они импортно используют? Слушай, не знаю. Нет, полиуретан, он и в Африке полиуретан. Полиуретан, да. Полиуретановые подошвы-то мы знаем, отечественные. Да, ну вот. То есть, все движется в таком направлении. Но по-прежнему материала универсального, который бы решал все проблемы, пока не существует. В свое время было таким прямо многообещающим использование имплантов из гидроксиапатита. Материал. Они тоже несколько фирм изготовляли готовые импланты. И в принципе-то такое многообещающее. Но там с ними достаточно сложно работать. Он очень хрупкий материал. Они даже делают два импланта, потому что один можно там повредить. По крайней мере, для второго шанса, чтобы поставить. Ну и стоимость какая-то невероятная. Но оказалось, там тоже есть целая масса проблем, связанных с этим. Иногда бывает необходимость удалить имплант. И вот там прямо такие трудности возникают. Он так прорастает своей тканью. Причем, в общем, все это здорово отличается от своей кости. Свою-то все-таки проще с ней работать. А вот гидроксиапатит, когда прорастает, он немножко имеет структуру другую. Кто сталкивался с удалением этих имплантов, говорит, целая катавасия на операцию бывает. Но я сам не пробовал, пока не доводилось с этим материалом работать. То есть поиски идут. Потому что нет пока материала, который бы был универсальным и решал бы все проблемы. Только что говорили. Титан прям замечательный. Никогда не нагнаивается. Установка легкая, быстрая. А вот там по возрасту ограничения. Маленьким детям не стоит ставить его. Там еще бывают какие с титаном вопросы. Почему-то иногда некоторые пациенты жалуются на то, что холодно. Ну, понятно. Металл теплопроводный? Ну, понятно. С другой стороны, все-таки он укрыт. Да и как-то температурные рецепторы где-то не знаю. Ну, рецепторы не рецепторы, а он тепло-то отдает. Теплопередача-то лучше. Ну, понимаете, вы вот, например, в доме часть стены заменили на металлическую. Будет теплопроводность выше. И в этом месте будет холодно. Промерзать будет. Ну, вот железные двери у нас в популярном теле, их утепляют. Я про другое. Чтобы нам понять, тепло или холодно, нужно чем-то его потрогать. Мост вроде не имеет рецепторов. Вроде не имеет. Кожа на голове, но... С другой стороны, теплее будет кожа, если там мост, он расстабжается очень хорошо. Ну, вот, короче, не знаю. Ну, вот делаем такое. Раз осталось ей теплее, он, значит, сильнее отдает наружу. Может, и так, да. Дельта Т, поток тепла пропорционально разности температур. Мне всегда момент нравится. Очень нравится всегда. Какой момент? А вот когда вы... А, про дельта Т чего-нибудь? Нет, нет, когда вы быстренько находите нужную формулу. Это очень интересно. Вот. Еще бывает там какая история пальпации винтов. То есть вот все-таки пластины есть, микровинты. Что-то у нас там сирена похожа. Вот. А, наверное, что-то летит там. Вам часто прилетать стало, да? Ну, не часто, но так бывает. Ну, да. Так вот, пальпация винтов. То есть особенно дети иногда. То есть вот он нащупал эту пластину, а там по краю винтики. Они не то, чтобы они там торчат, но их можно было. И вот... Шурупчики, наверное, шурупчики. Да, маленькие, да, шурупчики такие. Вот. И вот пальпируют. Да, это иногда может там и раздражение на коже быть. Вот один пациент недавно обратился, жалобный болит. Ну, где-то, видимо, по ходу винта там какой-то то ли нерв где-то беспокоит. Ну, в общем, поговорили, решили удалить пластину. Благо, она там уже роль не играет. Бывает. То есть универсальных имплантов нет. Какие-нибудь импланты из протокрилы и похожих, да, можно... Он же никогда не становится своим. Да. Да. Были случаи, когда вот там пациент у меня там был с тяжелейшим переломом. Там, ну, поставили мы имплант, там через несколько лет приехал, упал где-то самокат, он треснулся. Это вывихнул имплант, бедный там гематом мы удалили. Значит, потом уже поговорили с родителями, уже родители говорят, нет, все, поставьте нам титан, и чтобы мы уже забыли дорогу сюда. Ну, поставили действительно дорогу сюда, забыли. Вот, так что универсальных пока таких изделий для коронепластики пока нет. Все имеют свои достоинства и некие недостатки. Но, тем не менее, все движется вперед. Да. Ну, собственно говоря, я, наверное, рассказал вам то, что хотел. Спасибо вам большое. То есть первым, кто это сделал, был Фаллопий. Ну, не знаю, сделал он это или нет, или только предложил это делать. Да, ну, слушайте, в этой истории важна даже идея сына, понимаете? Очень важно. Мы же пока не назовешь вещи своими именами, иногда и непонятно. Ну, отверстие там делалось, видимо, в то время для того, чтобы снизить внутричерепное давление, да? Я так понимаю, что речь там шла о травмах, о повреждениях. Вот открытый перелом, да, вот чем-нибудь шиндарахнули по голове, вот там какой-нибудь палец, да, вот, пожалуйста, там вдавленный перелом, отломки торчат. Ну, что с ним не делать? Ну, удалить их надо, потому что понятно, что они там каким-то образом торчат что-то наружу, что-то внутрь. Надо бы это все удалить, да? Повезло, грубо говоря, ну, вот он не истек крови. Да, я думаю, что там речь шла о первичной пластике, то есть удалили все эти куски, ну, что с этим делать? Вот тут бы как раз и золотой пластину в самый раз поставить, потому что, тем более, какой-нибудь человек-то достойный, да еще не будет. То есть... Золотая голова про него будет говорить. Да, да, да. Голова твоего золотая. Совершенно верно, да. А, слушайте, что-то мне вспомнилась история, еще в далекие времена советские, еще студентом был разговор какой-то такой, якобы где-то в столичной клинике, травматологи. Значит, пациенту сказали, что ему, а, короче, золотую пластину, какой-то перелом был. Вот они сказали, что будут ставить золотую пластину, нужно золото. Вот, и собрали какое-то количество золота с ним и поставили им пластину. Я, причем, не знаю, как все это происходило, могу только догадываться. Если это было, на самом деле. Это слухи ходили, да. Вот, а потом, через какое-то время, этот пациент, ну, к несчастью, умер. Не по этому поводу, а просто. А родственники говорят, у нашего, там, дедушки, говорит, у него золото мы, ну, нет, золото собирали, вы нам его верните, пожалуйста. Ну, и стали разбираться, что за золото, откуда золото какое-то, ну, к обычной пластины. Что там тогда было-то? Титан редко был, но редкость была в советской области. Обычно нежавейка, это такая медицинская сталь. Что называется? НХ-13, чтобы не помню. Вот. Я единственное думаю, что вполне вероятно, что была пластина, знаете, какая, они же еще одно время были пластины, их напыляли на них, то ли для прочности, не знаю, с какой целью, по-моему, карбид-титан, такой желтый цвет такой, вот напыление, да? Были и такие. Думаю, может, с этим связано. Кто-то решился показать. Или даже в качестве замены по золото для посуды используется. Да-да-да. Может, родственникам сказали, типа, вот, видите, золото, давайте вам золотую пластину поставим. Не знаю. Ну, был такой разговор, хотя, может, это было в стране было. И говорят, там, всех наказали и посадили за это дело. Ну, не знаю. Ну, история, по крайней мере, хорошая. Короче говоря, не ставьте больше золотых пластин. Еще Фаллопи сомневался, что это можно, такой бизнес провернуть. Врачи украдут все золото. Разворуются. Сто процентов. Слушайте, знаете, еще что вспомнилось? Недавно в каком-то ролике я слышал такую историю. Значит, что вращающийся тело поднимается вверх центр тяжести. Вокруг какой оси вращается? Я, как пример, волчок Томасона. Такой, знаете? Это какой-то такой шарик с пипочкой. Да-да-да. И он его раскручиваешь. Мы в детстве даже делали такой. Вот просто ножичками выпиливали его аккуратно, долго там. Да, есть такой волчок, есть. Да, и он его... Я про него в новой жизни в старой читал, да. И вот его раскручивает этот шарик-то, а он потом встает на вот эту пипочку. На ножку встает, да-да-да. Есть такое. Ну, видимо, так у него наименьший центр, наименьший момент инерции получается. Ну, и вот я в каком-то... Где-то я так на каком-то канале там про что-то там... Даже не помню, чтобы я специально его смотрел. Вдруг мне объясняет. Вот вращающийся тело, значит, центр тяжести смещается вверх. Нет, это вымысел. Он вращающийся тело, центр тяжести вверх. С какой стати он будет смещаться? Ну, и переводили в пример вот этот волчок Томпсон. Нет, там связано как раз с моментами. Ну, помните, это знаменитая история с волчком Джанибекова, нет? Слушайте, я надеюсь, что это... Он, наверное, неправильную формулу и совершал несколько движений, да? Кстати, похожие движения совершал этот вот недавно... Прилетал астероид, пролетал из межзвездного пространства, как-то он уме-уа, как-то вот так он назывался. Это по-гавайски, это, значит, разведчик. Пролетал тут, и вот он, значит, за ним наблюдали хорошо, а он совершал несколько движений, вращался вокруг своей оси, еще одно, и вот он так, это... Кувырки так у него были там такие. Вот, вот с этим волчком Томпсона вы сказали, да? Угу. Даже найдем картинку его, может быть. Так. Даже вам покажем. Волчок Томпсона. Томпсона. Вот я... Это была публикация, то ли в каком-то юном технике, то ли в ТМ, да. И вот мы делали... В науке жизни, я читаю. В науке жизни, да-да-да. И мы в детстве делали это, я вот... А он даже делал, его даже фабрика выпускала. Это я уж потом... Потом он появился в продаже. А так вот делали деревянные, так и сами делали. Прикольно. Так, а у него дело в том, что у него есть заглубление. Вот он как выглядит на самом деле. Сейчас сделаем вам. Сделаем вам сейчас. Так, сделаем мы вам сейчас, покажем Волчок Томпсона. Так, где он тут у меня? Он непростой. Вот такой с пипочкой. Так, непростой. Нет, он, да, это сфера, она не полная сфера срезанная. А в нём внутри ещё углубление есть. Где он? Вот он. Вот, смотрите, пожалуйста, лукайте. Лукайте, да? Нет, нет, внутри не обязательно, чтобы было вот это... Нет, а вот именно тут такая вот и есть штуковинка. И получается у него... Так, что же у него тут получается-то? Сейчас мы разберёмся, что у него тут должно получаться в этом случае. Так, китайский Волчок его по-другому называют. Так. Вот мы делали без этого заглубление. И мало того, он продавался, я помню, пластмассовый вариант, он без этого заглубления. Самая хохма в том, что высота центра тяжести Волчка остаётся постоянной. Вот для этого он так и сделан. И, соответственно, появляется момент силы трения, и он заставляет его прицессировать в нужную сторону. Да, понятно. Вот смотрите, как это всё выглядит. Видно её, да? Да-да-да, всё хорошо. Вот мы его раскрутили. Он начинает прицессировать вот так вот, да? И появляется сила трения. Сила трения здесь давит на него. И, короче говоря, опускает его вниз. Вот в этом состоянии сила трения минимальная получается. Вот видите, он тут трётся и тут трётся. Вот раз, он и поднялся. И он крутится вокруг вот этой оси, получается. Вот сейчас он крутится вокруг вот этой оси. Вокруг вот этой оси, а на него действует сила трения. Где он тут у меня? Так. Во. Видим? Вот она оси. Да-да-да. Вот так. Вокруг крутится, и на него действует вот тут сила трения. А вот в этом варианте сила трения ему не мешает крутиться. Так что он действительно переходит в самое натуральное положение своё. Но при этом центр тяжести его не меняется. Вот такое заклинание у него, да? Ну, вот интересная история, на мой взгляд. Это та, что, наверное, в идеальных условиях, если его раскрутить, да? То есть он, пока его что-то не столкнётся с равновесием, да? Тогда запустится механизм переворота. Да, он в силу своей неудобной формы быстро теряет равновесие. Да-да-да. И встаёт на свой этот самый пипочку. Потому что трения этому мешает. Угу. На пипочку встал. Да, хороший волчок. Да. Хороший волчок. Хороший волчок. Спора нет. Ну вот ещё одну из заказов. Тот самый Томпсон, который лорд Кельвин, кстати говоря. Да? Это его волчок, да? Да, это Кельвин. Он как-то так обладал таким свойством. То его называли Томпсон, то его называли Кельвин. Угу. Не знаю. Такие дела. Так. Интересно. Чё только не узнаешь, беседуешь с вами. Да. Нет. С вами. С вами интересно, может быть. Ну, так что, я про череп ничего не расскажу, кроме крысиного черепа, что я нашёл. Зато про волчок. На чердаке. Ну, как-то все считают, что земля кувыркаться должна, какой-то эффект Женебекова называют. Правильно говорит волчок Женебекова или там что-то такое. Потому что есть волчки, имеющие всякие имена там, да? Там Эйлера, ещё кого-то. А вот самый хитрый волчок изобрела Софья Ковалевская. Он вообще неустойчивый. Сразу кувыркается, падает. В этом прелесть волчка Софьи Ковалевской. Он совершенно нестабильный. Падает. Да. Софья Ковалевская. Так. Ну, что-то ещё хотим добавить к вышесказанному? Да. К вышесказанному стоит добавить только одно. Поддерживайте канал Бориса Сергеевича. Его лично. Его котов. Семерно и семерно. Как говорил мой. Шлите деньги. Спасибо вам большое. А публике, моей родной, спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.